Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео в преддверии Светлой Пасхи я вам хочу показать, как связать вот такого замечательного маленького цыпленка в скорлупке. Размер яичка у нас как куриное, то есть 6 см, и где-то лапки 1,5-2 см. Они немножечко присогнуты, поэтому где-то 8 см в целом размер вот этого цыпленочка. Такого миленького цыпленочка можно подарить родным, близким, то есть в качестве сувенира. Можно сделать здесь такую вот ниточку, получится как брелочек, либо вот в машину вешают такие вот небольшие брелочки. В общем, в принципе, можно удивить как родителей, так и бабушку. Они такое любят своими руками все. Очень затрата по времени маленькая, очень затрата по материалу маленькая. Я буду вязать пряжей лано-саминти. Это чистый акрил одного состава и одной толщины ниточка желтого и белого цвета. Желтый у нас цыпленочек, как вы видите, белая скорлупка. Также нам понадобится совсем маленький кусочек красного фетра, очень-очень маленький ромбик, который нам заменит вот этот вот клювик. Вот. Теперь я взяла где-то сантиметров 12-15 у меня вот отрезочек проволоки, вот такой вот пушистой оранжевого цвета. Это у нас будут лапки. То есть мы вяжем сначала в несколько этапов цыпленка и отдельно скорлупки, а затем уже в продетую вот здесь вот нижнюю скорлупку. В общем, продеваем проволоку и сворачиваем лапки. Это для удобства и скорости выполнения вот такого цыпленка. Вязала я акриловой пряжей. Хотите, можете взять хлопковую пряжу. В зависимости от толщины пряжи берете крючок и варьируется размер цыпленка. То есть может как 6 сантиметров, как у меня быть вот это яичко, так и гораздо больше, если толще пряжа. Я вязала и буду вязать сейчас с вами цыпленочка второго крючком 1,7 номер. Также нам понадобятся ножнички для формирования клювика и обрезания кончиков, иголочка для того, чтобы прятать ниточки. И в иголочку нам нужно будет вдевать ниточку черного цвета для того, чтобы вышить глазки и реснички. Вот здесь вот я также добавила немножечко небесных бликов вот здесь вот в глазиках для того, чтобы были у цыпленка такие вот сине-голубые глазки. Но это можно в принципе и не делать, то есть по видео этого не очень видно, но на самом деле здесь синие такие блики красивые. Вот и нам понадобится ваше хорошее настроение, фантазия. Мы начинаем вязать. В качестве наполнения игрушки можете использовать вот такой холофайбер, это силиконизированные шарики, либо обычную нестерильную вату. В принципе здесь очень маленькая игрушечка, она сама по себе будет плотненькая и я думаю, что именно наполнение здесь можно использовать абсолютно любое, которое есть у вас. Начну я с цыпленка, поэтому берем ниточку желтого цвета и крючок. Делаем кольцо амигуруми, захватываем получается кончик ниточки между большим указательным пальчиком и обхватываем указательный и средний пальчик вот так вот ниточкой. Теперь закрепляем воздушной петлей и начинаем вязать в кольцо наше получившееся 6 столбиков без накида. Ныряем в колечко и вяжем первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко. Теперь нам нужно вязать вот в эту первую петлю над первым столбиком без накида. То есть вот петля у вас получается, пропускаете ее, это была у нас воздушная петля, которой закрепляли кольцо, а следующая это начало следующего ряда. Вот ныряем в эту первую петельку и теперь смотрите, я буду завязывать по ходу вязания второго ряда вот этот краешек, поэтому кладу его постоянно на крючок и провязываю вместе с ним. Теперь во втором ряду нам нужно сделать 6 прибавлений. То есть мы вяжем в каждую петельку 6 столбиков предыдущего ряда по 2 столбика без накида. В первую петельку первый столбик сюда же второй, во вторую петельку первый столбик сюда же второй, в третью петельку первый столбик сюда же второй, в четвертую петельку первый столбик сюда же второй, в пятую петельку вяжем первый столбик сюда же второй. И в шестую последнюю петельку делаем последнее прибавление. Шестое, первый столбик и сюда же второй. В конце вязания второго ряда у вас 12 столбиков без накида, связанных по кругу. В третьем ряду мы будем чередовать. Провязывая один столбик без накида, во вторую петлю делаем прибавку. Третий столбик без накида, в четвертую петлю делаем прибавку. То есть чередуем. Столбик в первую петлю, во вторую петлю прибавка. Два столбика без накида в одну петлю. В третью петлю столбик, в четвертую два столбика, в пятую петлю столбик, в шестую петлю два столбика, в седьмую петлю столбик, в восьмую петлю два столбика, в девятую петлю столбик, в десятую два столбика, В одиннадцатую петлю столбик, в двенадцатую петлю, последняя прибавка в этом ряду, два столбика без накида. В конце третьего ряда по кругу у нас связано вместе с прибавками 18 столбиков без накида. Можете пересчитать, не считая ту петлю, которая у вас на крючке, а считать у вас должна быть вот такая вот косичка на ребре из 18 петель. Теперь в четвертом ряду мы будем чередовать уже два столбика без накида, в третий делать прибавочку. То есть смотрите, столбик, столбик, прибавление, столбик, столбик, прибавление. Чтобы нам было удобно понять, где начало, где конец ряда, у меня вот этот кончик уже завязан, поэтому я его просто вытаскиваю в отметочку начала ряда. Просто вытягиваю вот так вот вперед вязание четвертого ряда. Если же у вас не завязан, то можете спрятать на этом этапе вот здесь вот у нас уже провязаны ряды краешек ниточки и затем отрезать оставшийся краешек незаправленный и вот так вот поставить уже отрезанный краешек в начало ряда. То есть я, в принципе, могу на следующем этапе его отрезать. Теперь мы начинаем вязать в первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, а в третью петельку делаем прибавление. То есть вяжем два столбика без накида в третью петлю. В четвертую столбик, в пятую петлю столбик, а в шестую делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Итак, столбик, столбик, прибавление. Два столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавление. Как вы видите, мы в каждом ряду добавляем по 6 столбиков без накида. Постепенно добавляю между прибавлениями по столбику без накида. Итак, столбик, столбик, прибавление пятый раз я сделала. И последний шестой раз я делаю столбик в следующую петлю столбик, а в третью делаю прибавление. Для тех, кто не понимает, что я делаю, откройте видео там, где мы вязали круг амигуруми. Мы сейчас вяжем обычный круг амигуруми. Теперь в пятом ряду мы будем чередовать уже три столбика без накида и делать прибавление. То есть столбик, столбик, прибавление. Столбик, столбик, три раза, прибавление. То есть я столбик, столбик сказала прибавление, столбик, 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 прибавление. Три раза. И в пятом ряду снова добавляем мы, получается, столбики без накида, но чередуем не шесть раз, когда этого мы прибавляли, а пять раз. То есть мы вяжем столбик раз, в следующую петлю столбик два, в следующую петлю столбик три, а в четвертую делаем прибавление. Это первый раз. Далее столбик 1 делаем, столбик 2, столбик 3. Четвертое прибавление делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Это второй раз. Столбик 1, в следующую петлю, столбик 2, в следующую петлю, столбик 3. И делаем третье прибавление. Далее столбик 1, столбик 2, столбик 3. Делаем четвертое прибавление. И последний пятый раз. Столбик 1, в следующую петлю, столбик 2, столбик 3 и последнее пятое убавление. До конца ряда у нас остается 4 петельки. Поэтому мы провяжем в каждую из петелек предыдущего ряда по столбику без накида. Столбик 1, в следующую петелечку, столбик 2, в следующую столбик 3 и в следующую столбик 4. То есть мы вместо стандартного прибавления в последнюю петельку просто провязали по столбику в каждую петлю. Мы прибавили получается в этом ряду всего 5 прибавлений вместо 6, которые мы прибавляли. Сейчас мы вытащим маркер и переставим его в начало ряда. Вот эту ниточку, которую я вытаскивала, условно это будем считать маркер. Я вытаскиваю ее. Можете, если она у вас отрезанная, просто вот так вот переодеть вверх. Но так как у меня она еще не отрезана, я решила ее пока не отрезать. Я просто вот так вот привытащила и переставила ее в начало 6 ряда. Сейчас с 6 по 11 ряд, то есть 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 рядочков, нам нужно провязать по кругу каждую петельку по столбику без прибавления. То есть в конце 5 ряда, благодаря нашим 5 прибавлениям, у нас получилось 29 столбиков без накида по кругу или 29 петелек. Вот в каждую петельку мы начинаем вязать по кругу каждую петлю по столбику без накида. Хотите, можете отметочку поставить в начало ряда и вязать уже от отметочки 6 рядочков. То есть вы увидите, что отметочка вот у вас первый ряд пошел, далее от него второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Хотите, можете каждый ряд отмечать. Используйте либо счетчик рядов, либо просто можете палочки, спички, ну то есть какие-то галочки рисовать. Ну то есть кто как привык отчитывать количество рядов. В общем нам нужно 6 рядов провязать по 29 столбиков без накида в каждую петелечку предыдущего ряда по столбику без накида. То есть мы вяжем сейчас по спирали, продолжаем, без каких-либо соединительных столбиков в конце ряда. Просто вот так вот вяжем 6 рядочков до 11 ряда. То есть 11 ряд включительно и мы с вами продолжим вязание на 12 ряду. Связали 6 рядочков в высоту столбиками и теперь будем делать постепенные убавления. В 12 ряд переносим нашу ниточку, отмечаем начало ряда и теперь будем делать убавления, чередуя 3 столбика без накида, убавочка. То есть как вы помните, мы в пятом ряду закончили прибавление на 3 столбиков, прибавочка. То теперь мы будем аналогичным способом в противоположном направлении делать убавления. То есть 3 столбика без накида вяжем, столбик в первую петлю, столбик во вторую петлю и столбик в третью петлю. А затем 4 и 5 провязываем с общей вершинкой. Либо захватываем передние полупетли 4 и 5 петли и вяжем столбик без накида. То есть вяжем то же самое, как и с общей вершиной, если вы делаете полупетельки. Только я делаю вот таким вот тайным способом. За 2 передние полупетли провязываю столбик без накида. И делаю убавление. Из 2 столбиков у меня получился 1 столбик. И так чередую 5 раз. Первый раз мы уже сделали. Далее снова повторяем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый я захватываю за передние полупетли. И вяжу такой же столбик без накида. Второй раз убавление. Далее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И снова за передние полупетли 4 и 5 петлю подхватываю и вяжу столбик без накида. Третье убавление. Далее снова первый столбик, второй столбик и третий столбик. Захватываю 2 полупетли, четвертые и пятые и вяжу столбик без накида. Это четвертое убавление. И последнее, пятое убавление. Столбик первый, столбик второй, столбик третий и далее убавление. До конца ряда у нас после 5 убавлений остается 4 столбика без накида предыдущего ряда, либо 4 петли этого ряда. Поэтому довязываем в каждую петлю по столбику без накида. Первая петля столбик, вторая петля, третья и четвертая. Как вы видите, мы дошли до конца 12 ряда. Переносим нашу отметочку начала ряда, либо маркер. И теперь начинаем вязать 13 ряд. 13 ряд у нас получается по кругу сейчас после первого убавления ряда 24 столбика без накида. Поэтому мы 13 ряд провяжем в каждую петельку по столбику. 24 столбика без накида по кругу. 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23 и 24. Довязали до конца ряда и теперь переносим снова отметочку в начало 14 ряда. Поставили нашу отметочку или маркер, или ниточку, то есть что вы используете. И теперь будем чередовать два столбика без накида и третий и четвертый провязывать с общей вершиной, либо делать убавление. Итак, вяжем в первую петлю первый столбик, далее во вторую петлю второй столбик и третью и четвертую вяжем убавление. За две передние полупетли, как и в первом случае, я буду вязать столбик без накида. Снова первый столбик, второй столбик и убавление. И так буду чередовать 6 раз до конца ряда. То есть два столбика без накида, третий и четвертый с общей вершиной. Либо за передние полупетли столбик без накида. Я думаю, что здесь уже можно будет вязать самостоятельно. Главное, оставляйте маркер в начале ряда, чтобы вы не запутались. Столбик, столбик, убавление. Столбик, столбик, убавление. 6 раз. То есть, как мы с вами прибавляли, ровно так же в обратном направлении делаем убавление. Столбик, столбик, убавление. Столбик, столбик, убавление. Если у вас петли соскакивают, бывает такое, что ниточка делится, не бойтесь перераспустить, немножечко вернуться назад. Ничего абсолютно страшного, если вы какую-то секундочку потеряете. Итак, последний я делаю шестой раз, столбик, столбик. И делаю последнее убавление за две передние полупетли. Вяжу столбик без накида. В конце ряда мы переносим ниточку маркер в начало следующего ряда. Далее, после второго ряда убавления у нас получилось по кругу провязанных 18 столбиков. Поэтому в 15-м ряду мы вяжем в каждую петельку по столбику без накида. То есть 18 столбиков вяжем полностью целый ряд. Первый столбик в первую петлю, во второй во вторую, третий, четвертый, пятый, шестой, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый. Довязали до конца ряда. Снова ниточку переносим в начало следующего ряда. Следующий ряд мы снова сделаем ряд с убавлениями, чередуя столбик без накида, убавление, столбик без накида, убавление. Поэтому в первую петельку вяжем столбик, вторую, третью вяжем с общей вершиной. Либо, еще раз повторюсь и буду повторяться на протяжении всего видео, я вяжу за передние стеночки. То есть это более невидимый способ. Снова столбик и следующие две полупетли, столбик без накида, то есть убавление. Столбик без накида, следующие две петли, убавление. И так делаем шесть раз. Довязали шестнадцатый ряд и теперь маркер вытащим совсем. У нас получается в конце шестнадцатого ряда по кругу двенадцать петелек или двенадцать столбиков без накида. Получилось вот такое небольшое отверстие и в принципе я думаю, что сейчас гораздо проще считать, чем отмечать маркером каждый ряд. То есть смотрите, сейчас в семнадцатом ряду нам нужно провязать по кругу каждую петельку по столбику, то есть двенадцать столбиков без накида. Отсчитываем в первую петельку первый столбик, далее второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. И двенадцатый. Поворачивайте, чтобы вам было удобно вязать. И теперь после того, как вы связали двенадцатый столбик, привыкните крайнюю петельку, чтобы она у вас не вытащилась, в общем, не распустилась и в то же время, чтобы не сильно вытащена была. То есть вот так вот приблизительно всегда я вытаскиваю. И нам нужно сейчас как раз таки на этом этапе наполнить наше вот это желтое яичко образовавшееся или цыпленка для того, чтобы потом окончательно закончить. То есть я беру наполнитель, у меня это халфайбер, и начинаю наполнять, помогаю себе крючком, либо кому как, кому удобно ножницами, кому крючком. И начинаю хорошо, плотненько, максимально. То есть максимально нам нужно наполнить для того, чтобы нам можно было вот это отверстие закрывать. В принципе, можно было наполнить и на ряд раньше. Но, честно говоря, мне удобно, когда остается маленькое отверстие, тогда я уже окончательно наполняю, и мне потом остается лишь только закрыть. Наполнили хорошо нашу основку. И теперь одеваем обратно крючок на петельку, или крючок вставляем в петельку и подтягиваем. Теперь мы сделаем завершающий 18 ряд, при этом сделаем 6 подряд убавлений. То есть мы будем подряд делать убавления. Захватываем первую и вторую полупетлю и вяжем первое убавление. Я вяжу за переднюю полупетлю столбик без накида. Первое убавление. Далее третью и четвертую подхватываем полупетли. Второе убавление. Пятую петлю и шестую полупетлю убавления. Третье, седьмую, восьмую, четвертое убавление. Девятую, десятую, пятое убавление. Последние две полупетли. Одиннадцатая, двенадцатая. Вяжем шестое убавление. У нас по кругу осталось 6 столбиков без накида, или 6 петелек. Мы их убавлять не будем, чтобы у нас не было вот такой вот вытянутая сильно, скажем, верхушечка. Мы просто берем ножнички, отрезаем небольшую, скажем так, ниточку отрезочек. То есть можете вот так вот привытянуть буквально небольшую петлю и отрезать. Вот этот краешек вам нужно вставить, вот этот образовавшийся кончик в иголочку. В деле в иголочку остаточек ниточки. Мне можно было бы подлиннее отрезать, так как у меня иголочка большая. Но, в принципе, нормально. Подтягиваем вот эту вот крайнюю петельку хорошо. И теперь у нас вот 6 полупетелек передних, вот передние стеночки, петелечек, ближние к вам. И мы начинаем нанизывать по очереди. Сначала на первую вот так вот продеваем иголочку, во вторую, затем в третью и так далее. То есть собираем все 6 полупетелек по кругу и хорошо затягиваем. После того, как хорошо затянули вот это отверстие, стянули ниточкой, теперь мы берем вот так вот где-нибудь в серединку, можете, можете чуть вбок. Начинаем выдевать вот эту ниточку в само туловище продевать. То есть нам нужно спрятать ниточку. При этом я буду продевать не просто в серединку, а еще продену вот так вот где-то рядышком. Еще раз вот так вот вдену иголочку и протащу ниточку сквозь все туловище. Вот, все готово. Хорошо затяните и немного приглушите верхушку. То есть придавите вот так вот верхушку к дну, чтобы не было сильно такое вот вытянутое. И вот эту ниточку можно теперь хвостик отрезать. Берем ножнички и отрезаем. Он нам больше не нужен. Вот, причем отрезаем так, чтобы не было именно хвостика после обрезания. То есть так плотненько обрезаем. И теперь приступаем к вязанию скорлупки нижней. Берем ниточку белого цвета и повторяем все то же самое, что делали с желтой ниточкой. Делаем кольцо амигуруми. Ныряем в колечко, закрепляем воздушной петелькой через колечко. И теперь вот эту воздушную петлю или в кольцо делаем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Теперь находим первую петлю первого столбика и вяжем в каждую из 6 столбиков предыдущего ряда по 2 столбика без накида. То есть по прибавочке. Находим первую петлю, затем я кладу вот этот краешек, кончик ниточки для того, чтобы его ввязать. И вяжу в первую петельку 2 столбика. Далее во вторую петельку 2 столбика. Постепенно завязываю ниточку, как и в первом случае с желтой ниточкой. Далее в третий столбик прибавочка, в следующую петельку, в четвертую, четвертая прибавочка, в пятую петельку, пятая прибавочка. И в шестую петельку, последняя, шестая прибавочка. В конце второго ряда у нас по кругу связано 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы будем чередовать столбик без накида в прибавление. Делаем в первую петельку столбик, во вторую прибавление. Я вытаскиваю, как всегда, вот этот краешек в начало третьего ряда, чтобы у нас было отмечено начало третьего ряда. И вяжу в первую петельку столбик без накида, во вторую прибавочка. Далее в третью столбик, в четвертую петлю, прибавочка. Итак, чередуем столбик-прибавочка 6 раз до конца ряда. То есть, в принципе, как вы видите, повторяем все то же самое, что мы делали желтым цветом. Столбик, в следующую петлю, прибавочка. Прибавочка – это два столбика без накида в одну петлю. Столбик, прибавочка, столбик, прибавочка. Мы сделали уже пять раз. И последний, шестой раз, столбик и прибавочка. В конце третьего ряда по кругу у нас связано 18 столбиков без накида. Теперь мы будем чередовать в четвертом ряду два столбика без накида и делать прибавления. То есть, в первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю второй столбик, а в третью петлю вяжем два столбика без накида в одну петлю. У меня отмечено уже начало ряда вот этим краешком, поэтому я буду ориентироваться на него. Итак, в первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, а в третью петлю два столбика без накида сюда же. Далее, в следующие две петли по столбику, в третью петлю прибавление два столбика. Далее, два раза по столбику и прибавление два столбика. То есть в каждую третью петлю мы чередуем прибавочку, то есть столбик-столбик, прибавление, столбик-столбик, прибавление. И так тоже делаем 6 раз. То есть, как и в первом случае, пока вы видите, у нас все повторяется. Столбик-столбик, прибавление, столбик-столбик последний шестой раз и последнее прибавление. В конце этого ряда у нас по кругу 24 столбика без накида. В пятый ряд мы будем чередовать уже 3 столбика без накида, столбик, 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 в четвертую петлю прибавления. И вот она у меня отметочка, я пока ее не трогаю, мне в принципе ее хорошо видно. Вот она, начало ряда, поэтому я не буду передвигать. Если вы не видите, можете отрезать этот краешек и отмечать начало каждого ряда. Итак, начинаем в первую петелечку столбик, во вторую петелечку столбик, в третью петелечку столбик, а в четвертую прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, столбик 2, столбик 3, а в четвертую петлю прибавление. Это второй раз. И так делаем до конца ряда всего 6 раз. Довязали до конца пятого ряда и у нас по кругу сейчас 30 столбиков без накида. Теперь, начиная с 6-го ряда по 10-й, нам нужно связать вот эти 30 столбиков по кругу, то есть 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ряд, 5 рядочков, нам нужно связать просто в каждую петельку по столбику, по кругу, по спирали. То есть мы начинаем отсчитывать либо 30 столбиков 5 рядочков, то есть 5-ю-3, 150 столбиков без накида, отметим первый столбик, либо просто отмечаете начало ряда, я уже отрезала ниточку, вот этот краешек, и от нее опираетесь на то, что вам нужно связать 5 рядочков в высоту. Я вяжу в каждую петельку по столбику, и там, где у нас в предыдущем ряду были прибавочки, просто вяжу в каждую петельку по столбику. Хотите, можете первый ряд просчитать 30 столбиков, чтобы вы были уверены, что у вас здесь нужное количество столбиков. Для тех, кто вяжет ниточкой разной толщины, ну то есть, допустим, у вас цыпленок одной толщины, а белая скорлупа другой толщины, то вам нужно связать прибавления до тех пор, пока у вас вот это, диаметр этого кружочка не будет чуть-чуть, совсем чуть-чуть больше, чем желтое вот это яичко низ, то есть, там, где у нас широкая часть, где начало, вот это. То есть, у вас вот это донышко должно быть чуть-чуть больше, чем яичко снизу, то есть, вот так вот, смотрите, вы должны вложить чуть-чуть больше. И сейчас мы вяжем высоту нашей вот этой вот нижней скорлупки, то есть, 5 рядочков – это высота нижней скорлупы. Итак, я почти довязала первый ряд, и еще вяжу 4 ряда. Продолжаю вязать без прибавления. После того, как связали 5 рядочков, вот она моя ниточка в начале первого ряда, и теперь в первую петельку 11 ряда я делаю соединительный столбик. И теперь вытягиваю нитку, оставляю небольшой хвостик, для того, чтобы спрятать вот этот краешек. То есть, нам ниточка, в принципе, не нужна. Мы просто вденем в нее иголочку и спрячем вот этот хвостик ниточки. Сначала вытаскиваем вот эту полупетельку во внутреннюю сторону, то есть, в основании ниточки рабочей мы вдеваем снова иголочку и вытаскиваем ниточку на изнаночную сторону, то есть, на внутреннюю сторону. Хорошо потяните для того, чтобы максимально ровно соединились края рядочков. В принципе, можно было бы скорлупку вязать и с петлями подъема, с соединительными столбиками, не по спирали. Но, честно говоря, это такой более уже посложнее уровень, поэтому я решила вам показать именно самый простой. После того, как мы на изнаночную сторону иголочку вытащили с ниточкой, то мы берем вот эти задние стеночки столбиков без накида последнего ряда и продеваем сквозь них иголочку. Буквально столбика захватываем 4-5 в длину по ходу вязания следующего ряда. То есть, как вот шла ниточка, так в эту сторону и прячьте. Почему не наоборот? Потому что, если вы начнете наоборот вдевать ниточку, еще и затянете, то у вас четкий будет виден рубец. Нам этот рубец абсолютно не нужен. Переход из ряда в ряд нам не нужен. Минимально виден он будет. То есть, если вы по ходу вязания спрячете, скажем так, ниточку на изнаночной стороне. Немного потяните ниточку и отрезаем хорошо под самый-самый кончик, там, где вытащили ниточку. Все, ниточку мы спрятали. И теперь приступаем к вязанию скорлупки верхней. При этом нижняя у вас должна четко-четко плотненько, я бы сказала. То есть, не просто она должна входить вверх, ну, вот это вот яичко в нижнюю скорлупку, а плотненько. То есть, для того, чтобы вот это яичко не выскальзывало с нижней скорлупки. То есть, посмотрите, у меня красиво, ровненько и не выскакивает яичко. То есть, посмотрите, и благодаря тому, что не выскакивает, в общем, серединка, будут хорошо и плотно держаться ножки. Для верхней скорлупки тоже берем ниточку белого цвета, обхватываем два пальчика и закрепляем воздушной петелечкой. Теперь в колечко набираем привычное для нас 6 столбиков без накида. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем полностью наше колечко. Теперь вяжем 6 прибавочек подряд. То есть, находим первую петельку и вяжем в каждую из 6 столбиков предыдущего ряда по 2 столбика без накида. При этом я, как всегда, буду завязывать краешек ниточки во втором ряду. В первую петельку связали 2 столбика, во вторую петельку связали 2 столбика, в третью петельку 2 столбика, в четвертую петельку 2 столбика, в пятую 2 столбика и в последнюю петельку вяжем последнее прибавление. В шестую петлю 2 столбика без накида. В конце второго ряда у нас по кругу 12 столбиков без накида. В начале третьего ряда снова начинаем чередовать столбик, прибавление, столбик, прибавление. В первую петельку вяжем столбик, во вторую вяжем прибавку, два столбика без накида в одну петлю. В третью петлю столбик, в четвертую петлю два столбика, в пятую петлю столбик, в шестую петлю два столбика, в седьмую петлю столбик, в восьмую петлю два столбика. В девятую петлю столбик, в десятую два столбика, в одиннадцатую столбик и в последнюю двенадцатую петлю, последнее прибавление, два столбика. Я ничего нового вам не показываю, а вот так вот, как мы с вами вязали, так и продолжаем вязать. То есть, смотрите, мы прибавили до 18 столбиков без накида, в третьем ряду у вас 18 столбиков по кругу. В четвертый ряд мы с вами вытаскиваем вот этот краешек ниточки, он у нас завязан, если у вас нет, то вы его закрепите с внутренней стороны и отрежьте. Ставим в начало четвертого ряда ниточку и четвертый ряд мы с вами свяжем в каждую петельку по столбику. То есть, по кругу нам нужно провязать 18 столбиков без накида, без изменения. То есть, как у вас было в конце третьего ряда 18 прибавлений, прибавления до 18 столбиков, так в четвертом ряду мы вяжем в каждую из 18 петелек по столбику без накида, без каких-либо изменений. То есть, нам нужно немножечко вот так вот закрепить наше прибавление. Связали 18 столбиков по кругу. Хотите, можете перетащить маркер, хотите, в принципе, здесь хорошо и четко видно, там где переход ряда. Я пока не буду его переодевать, а сразу приступаю к пятому ряду. В пятом ряду мы будем чередовать два столбика без накида, прибавления. Первую петлю вяжем столбик, во вторую петлю столбик, третью прибавление, два столбика без накида, в одну петлю. И так повторяем. Столбик, столбик, два столбика, столбик, столбик, два столбика. То есть так повторяем 6 раз. Как всегда мы 6 прибавлений делаем. Столбик, следующую петлю столбик и прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Столбик, столбик, прибавление. Это пятый раз. И последний шестой раз. Столбик, столбик без накида. И последнее прибавление. Шестое прибавление в этом ряду. После провязывания прибавлений у нас в пятом ряду 24 столбика без накида по кругу или 24 петли. Вот нам нужно в шестом ряду связать 24 столбика без накида по кругу, то есть без изменения. Вяжем в первую петлю столбик, далее во вторую, второй, третью, третий, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и последний, двадцать четвертый столбик без накида. Связали без изменения, в седьмом ряду мы прибавим последний ряд прибавления, будем чередовать три столбика без накида в каждую из трех петель по столбику и делаем прибавление шесть раз. Столбик первый в первую петлю, далее во вторую, второй столбик, в третью, третий столбик, а в четвертую петлю вяжем два столбика без накида. Снова повторяем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, а в четвертую петлю два столбика без накида. Итак, шесть раз, столбик раз, столбик два, столбик три, прибавление два столбика. Снова повторяем столбик раз, столбик два, столбик три и в четвертую петлю вяжем прибавление два столбика без накида в одну петлю. Столбик раз, столбик два, столбик три и прибавление два столбика без накида в одну петлю. Столбик раз, столбик два, столбик три и последнее шестое прибавление. После провязывания шестого прибавления в ряду у нас добавилось шесть столбиков, соответственно по кругу у нас сейчас 30 столбиков без накида. Переставляем маркер в начало 8 ряда В 8 ряду мы свяжем без изменения 30 столбиков без накида по кругу В каждую петельку предыдущего ряда столбика без накида по столбику без накида в этом ряду То есть мы так должны связать без изменения 8 ряд, который сейчас начали вязать по столбику без изменения И 9 ряд То есть завершаем мы после последнего ряда прибавления 2 ряда по 30 столбиков без накида Или хотите, можете отметить начало первого ряда и отсчитывать 60 столбиков без накида То есть 2 ряда по 30 столбиков без накида по кругу Первую петлю 10 ряда делаем соединительный столбик И вытаскиваем, обрезаем ниточку Убираем мы ниточку точно так же, как и в случае с первой половинкой скорлупки Делаем выход на изнаночную сторону иголочкой и прячем на изнаночной стороне краешек ниточки Спрятали краешек и теперь одеваем сверху на голову, на вторую часть яичка зауженную, вторую часть верхней скорлупки Теперь нам осталось сделать лапки и красивая личика Поэтому снимаем нижнюю скорлупку, которая снизу у нас пошире И находим стык двух рядочков Теперь ровно посерединке смотрим вот оно кольцо амигуруми И от него нам нужно где-то вот вправо от кольца через ряд сделать вот такую вот как бы полудырочку крючком Ну такое вот как бы отверстие отметить, где у нас должна быть лапка И в другую сторону на ряд вот вторую дырочку То есть вот так вот Приблизительно вот в этих отверстиях у нас и будут располагаться ножки Как вы помните ножки у нас не вяжутся, а это вот такая вот пушистая проволока Поэтому мы берем, продеваем сначала в одну дырочку проволочку с внутренней стороны вот так вот И с внутренней стороны в другую дырочку проволочку То есть для того, чтобы нам сделать как бы вот такие вот две Ровно, вот смотрите, я ровно за краешки держусь пальчиком И вытаскиваю, чтобы ровно посередине у меня располагались вот так вот ножки То есть вот у вас что должно получиться после продевания с внутренней части вот эту проволочку Я не художник, но визуально могу вам нарисовать, как должны выглядеть ножки Смотрите, вы продели сквозь нижнюю скорлупку две вот такие вот у нас как бы палочки Вот, то есть очень даже в принципе неплохо Теперь нам нужно эти палочки, если мы вот так вот еще раз нарисуем вот эти скорлупки наши Нам нужно палочку, смотрите, вот так вот в виде лапки Три сделать пальчика То есть вот так вот у нас должны выглядеть лапки в свернутом состоянии Вот так вот То есть ничего мы наверх не возвращаем никаких Здесь у нас не будет наверх возвращаться ничего А просто вот здесь вот закрепим мы, хорошо сжав лапки, мы закрепим их не вид И получится в итоге очень даже симпатично Это очень хороший компромиссный вариант для тех, кто не хочет вязать лапки Как-то обвязывать и супер-пупер каркас делать То есть на расстоянии где-то двух сантиметров от верхушки мы начинаем делать лапки То есть мы поворачиваем вот так вот проволочку и где-то вот через какие-то там 8, может быть 7 миллиметров Начинаем поворачивать и формируем лапки То есть вот я поворачиваю, как вы видите, несколько раз И последний, вот он у меня раз, возвращается в итоге к началу лапки Вот У меня в итоге получились три вот такие вот полупальчика Я их сгинаю между собой и отворачиваю вбок То есть смотрите, вот что у меня получается И где-то в коленочке вот так вот сгинаю немножечко вперед Вперед Вот У меня получается вот такая лапка Точно так же я проделываю со второй стороной Отгинаю я сначала влево через где-то 2 сантиметра А затем вот такими маленькими шажками я формирую пальчики То есть смотрите, у меня фактически идет зигзаг такой, гармошкой И вот такими зигзагами я формирую лапки Начало лапки я возвращаю вот здесь вот, где мы начинали формировать Немножечко прижимаю их друг к дружке Теперь я отгинаю лапку вперед и коленочку делаю вперед То есть вот такие самые обычные лапки, которые можно было только придумать После того, как наши ножки готовы, мы можем их обратно вот так вот померять И вдеть в яичко Как вы видите, получается довольно-таки миленько и симпатичненько И нам осталось оформить личико Личико делается очень, в принципе, просто Это, пожалуй, самое легкое, что может быть Мы берем ножницы и фетр красного цвета Теперь мы сгинаем ровно посерединке То есть вот так у нас получается сверточек И хорошо-хорошо максимально придавливаем там, где у нас изгиб Поворачиваем к пальцу стороной изгиба И вот так вот отрезаем в две стороны Раз и во второй стороны два Вот он и есть наш клювик Если вы его расправите, получится вот такой ромбик Мы снова его загинаем и смотрим Если нам его достаточно Я могу даже вот так вот иголочкой зафиксировать Если нам его размера достаточно То вот такой вот клювик у нас получится При том, как мы его пришьем, он будет загинаться То есть он вот так вот станет Клювик наш готов И мы можем сейчас представить, где у нас будет располагаться клюв Глазки и так далее Поэтому закрепив вот так вот иголочкой Можно потоньше, иголочку не обязательно такую большую Закрепив клювик, мы снимаем верхнюю скорлупку и нижнюю скорлупку Из расчета того, что у нас здесь клювик То мы начинаем его пришивать Желательно ниточкой красного цвета или тон в тон клювику Можете, конечно же, какую-то розовую использовать Все оттенки красного Можете, в принципе, и черненьким Ее не сильно будет видно Поэтому, если вы начнете черненьким пришивать клюв То плавно перейдете на вышивание глазок Я вдела в иголочку нить черную в три сложения И протащила так, чтобы у нас была В общем, узелочек был в серединке туловища И теперь берем наш клювик И ровно посерединке, вот так вот буквально одним стежком Продеваем Вот посерединке, посмотрите, таким вот стежком Продеваем клювик И возвращаем в соседнюю петелечку Вот так вот И еще раз Продеваем сквозь туловище Затягиваем хорошо И поворачиваем для нас нужным В общем, нужным Как бы поворотом, местом В общем, так, чтобы клювик располагался ровненько Еще раз возвращаемся в клюв И продеваем сквозь все туловище Абсолютно сквозь все Иголочку И вытаскиваем с другой стороны Затем затягиваем ниточку Выводим И у нас получается вот такой замечательный клювик Как вы видите, он согнутый Теперь возвращаемся ниточкой В такую вот долю какую-то там миллиметра Вот так продеваете И возвращаемся в район клювика Не спешите продевать полностью иголочку Посмотрите, клювик у вас Если идеально ровненько То это замечательно Но зачастую даже при вырезании Красивого ровного ромбика Получается, в принципе, такой вот Немного косоватый клюв Поэтому я предлагаю вам Немножечко подкорректировать ножничками Именно, чтобы он был у вас Идеально максимально повернут ровненько После того, как клюв подкорректирован Мы снова одеваем вот так вот шапочку И смотрим, насколько она хорошо надета на голову То есть налази до каких пор И нам нужно ровненько расположить глазки То есть глазки я буду располагать Выше, вот если вы возьмете 4 столбика без накида Возле клювика То я верхний правый угол столбика без накида Буду делать с одной стороны И с другой стороны глазики То есть, чтобы они были у нас на одном уровне Хотите, возьмите булавочки, которые с бусинками на концах И в денте отметьте, где у вас первый глазик, где второй Чтобы максимально, идеально, ровно По соотношению к клюву были у вас глазки Вот, если вам нравится, что у вас получилось То приступайте к вышиванию глазиков Глазики я буду делать буквально такими маленькими-маленькими стежками И несколько ресничек Может 2-3 на каждом глазу То есть вот здесь вот сбоку Как вышивать глазики я не буду показывать Я думаю, в принципе, каждый знает, как делать такие вот небольшие стежки И так как ниточка у меня в 3 сложения То мне будет не сильно тяжело вышить буквально в 3-4 стежка Я думаю, этого будет достаточно Реснички я в 1 стежок вышиваю То есть, чтобы они были тоньше, чем глазик Вышили глазки и прячем ниточку в середине головы Выводим наружу и обрезаем краешек Он нам больше не нужен А вдеваем иголочку мы Или ниточку в иголочку Я беру ниточку небесного цвета Как я вам уже говорила Я делала блики голубеньким таким Вот я специально вдела ниточку в такой же цвет И буду выводить с середины головы Вот сюда в уголки нижний глаз И буквально буковкой английской В Или галочкой вот такой Я буду делать нижние уголки глаз И у меня получатся вот такие замечательные Голубоглазые, в общем, птенец Глазки мои вышиты И теперь я все возвращаю на свои места Я снова птенца помещаю в нижнюю скорлупку Там, где у нас ножки Хорошо вот так вот я продеваю Туда даже так слегка принатягиваю И верхнюю тоже самое Причем верхнюю я всегда поворачиваю Вот этой вот частью Где у нас максимально неровно Вот И ее сзади поворотом Получается вот такой замечательный птенец Я надеюсь, что вам все было понятно Обязательно, если понятно, комментируйте Ставьте лайки Не забывайте делиться у меня вконтакте Также подписываться на мой канал Всем хорошего настроения пасхального Пока-пока!